МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. О главных новостях прямо сейчас. Расчет окончен. Завершилась регистрация кандидатов на должность главы Чувашии. В современное село сельхозтоваропроизводители успешно внедряют новые технологии. Школа милосердия. В Батаревском районе молодые люди учатся оказывать помощь нуждающимся. Каждая поездка в Рио главы Чувашии в район это целый перечень вопросов, требующих безотлагательных решений. Там, где местные органы власти не дорабатывают, приходится подключаться республиканским. Старая детская площадка была построена в 2012 году. Вот она есть, есть, но почему-то как-то за ней ухаживают, что ли, недостаточно хорошо. Нет специализированного обслуживания детских площадок в сельских поселениях, а только в городах. Будут требовать ответственность глав. На самом деле все просто. Эта задача лежит в плоскости задач сельской администрации, администрации сельского поселения. И, понятно, это должно быть организовано в рамках повседневной эксплуатации. Такая ситуация весьма показательный пример. Нельзя оставаться равнодушным к проблеме, которую вполне можно решить на уровне поселения. Если бы администрация вместе с депутатами почаще вели бы диалог, таких вопросов не возникло бы. В рамках дня единого голосования будут переизбраны все депутаты представительных уровней. И, конечно же, с новым составом депутатского корпуса будем работать целенаправленно на то, чтобы они более тщательно выполняли тот функционал, который возложен на них в соответствии с Конституцией Российской Федерации, с Конституцией Чувашской Республики и нормативными актами Чувашской Республики и муниципальных образований. Очень важно быть реальным представителем населения и здесь обеспечивает двустороннее движение информации. Возникли вопросы и качество капитального ремонта в детском саду номер 2 «Колосок». Он скоро должен завершиться, но из-за слабой проектно-сметной документации входная зона оставляет желать лучшего. Недочеты в проекте вылились в неприглядный фасад и небезопасную лестницу. Тем временем близится к финишной прямой реконструкция детской юношеской спортивной школы имени Федорова. Отремонтирована кровля, установлена дренажная система. В спортзале заменили пол. На все это из бюджета республики выделили свыше 14 миллионов рублей. Работы ведутся согласно плану производственных работ. На этот год запланировано 10 миллионов рублей. Для завершения капитального ремонта заменены все оконные блоки и дверные блоки здания. Хочется сказать, что здание 1981 года ни один раз такой капитальный ремонт в этом здании не велся. В планах обустроить еще и футбольное поле. Необходимые документы уже готовы. А в это аукцион на поиск подрядчика в Урмарах объявлялся пять раз. Но безрезультатно. Пока желающих так и не нашлось. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Юрий Марков. Республика. Еще один адрес рабочего визита Красноармейский район. Руководитель региона ознакомился с ходом уборки урожая зерновых на местном предприятии. В агроферме Таябинка целенаправленно и успешно занимаются выращиванием зерновых культур и картофеля. В последнее время здесь активно занимаются селекцией. Это позволяет добиваться высоких, стабильных урожаев. Например, в этом году урожай не составил почти 60 сантиметров зерна с одного гектара. Это намного выше предыдущих показателей. На уборку урожая зерновых мы вышли во вторник. Три дня назад на сегодняшний день убрано 2% площади. Это значит, нам надо убрать 15 тысяч гектаров зерновых. Почти 15 тысяч зерновых. И приятно отметить, на 1200 гектаров больше мы посеяли в этом году, чем в 2019. Без современной агротехники это было бы невозможно. Агроферма Таябинка постепенно занимается обновлением материально-технической базы. Только в этом году на эти цели потратили более 17 миллионов рублей. В этом году получается переходящий год. Экспериментируем с ТМИНом. Тоже говорят, культура довольно-таки перспективная. Уже три года подряд возделаем горчицу, забирают на экспорт у нас и картофель. Полным ходом в районе идет благоустройство одного сквера и двух дворовых территорий. Всего на реализацию проекта формирование комфортной городской среды выделено 4 миллиона рублей. Планируется провести реконструкцию 14 дворовых территорий и тротуаров. В целом здесь, скажем так, радует картина, глаз. Потому что если взять программу строительства тротуаров, здесь район находится в числе передевиков и работа организована очень слаженно. Если взять тему развития экономики района, прежде всего меня очень сильно порадовало, что урожайность зерновых в этом году существенно выше до полутора раз ожидаемый рост урожайности. Анастасия Миловидова, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика. О совершенствовании отрасли здравоохранения говорили на традиционной коллегии ведомства. О некоторых цифрах и фактах в нашем сюжете. Один из ключевых показателей работы медиков – это продолжительность жизни. Сейчас она равна 73-м годам, но в планах довести ее до 78-ми. Амбициозная задача – реализовать которую планируется через 5 лет. Понятно, что задействованы в этом будут все звеньи здравоохранения, но особое внимание уделят первичному звену. Главный результат программы – на территории всей республики к концу реализации должна функционировать отлаженная и доступная система оказания первичной медико-санитарной помощи. Полностью удовлетворяясь потребностям населения в ее оказании. С 2021 года из срез федерального и республиканского бюджета на эти цели запланировано более чем 5 миллиардов рублей. Они пойдут на строительство крупных поликлиник, фапов в сельской местности, капитальный ремонт, закупку нового медицинского оборудования. Важный аспект – создание межтерриториальных медицинских комплексов, расширение системы сосудистых центров. Это позволит максимально приблизить помощь к месту проживания. В планах ведомства строительства новой многопрофильной республиканской больницы до тысячи мест. Новым направлением станет санаторно-курортная реабилитация. Комплексное развитие здравоохранения, конечно же, должен привести результаты, дать результаты. Это улучшение качества жизни, это увеличение продолжительности жизни, это и реабилитация больных после перенесших серьезные болезни. Сейчас важно после реабилитации, после ковида. И, конечно же, мы понимаем, что это очень важное направление, которое касается каждого жителя нашей республики. Лучшие специалисты отрасли получили награды. Одна из них – заместитель главного врача Республиканского центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины Минздрава Чубаши Елена Наумова. Уже многие годы она целенаправленно выстраивает систему здоровья и сбережения. Мы хотим, чтобы как можно больше предприятий, как можно больше руководителей предприятий принимали эти программы у себя и продвигали те меры, которые направлены на именно укрепление здоровья внутри трудовых коллективов. Олег Николаев выразил благодарность врачам, медсестрам, всем работникам отрасли здравоохранения, волонтерам, медикам за слаженную, последовательную, целеустремленную работу в условиях непростой эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом. Наталья Мальчикова, Ульяна Пятакова, Игорь Зверев, Республика. После открытия Красной площади излюбленным местом для развлечений стала детская площадка на Чебоксарском заливе. Но здесь не обходится без травм. Парить над землей на качелях, кружиться на каруселях, спускаться на горки. Что может быть лучше в летние каникулы? Главное, чтобы отдых был безопасным. Заботиться об этом должны в первую очередь взрослые. Ребята постарше вполне в состоянии сами усвоить несложные правила поведения в местах, где много народа. За последний месяц на новой детской площадке зафиксировано три случая получения травм. Дети в присутствии родителей раскачивались на качеле, качели, так называемое, гнездо. Раскачивались, не удерживаясь за канаты. Произошло падение. Падение в связи с тем, что они были раскачивались под большим углом. На каждом аттракционе есть свои правила пользования. Их должны знать и взрослые, и дети. На сегодняшний день нужно понимать, что детские площадки – это тот элемент развлечения, где ребенок не зафиксирован, допустим, как на аттракционе в капсуле, не привязан ремнем и передвигается он по ней хаотично. В соответствии с тех регламентами и ГОСТами, поведение детей непредсказуемо. Дети наши непредсказуемы в своем поведении, поэтому за ними нужно постоянно следить, родителям или сопровождающим лицам. Ребята до 7 лет могут находиться на площадке только под наблюдением взрослых. Дети постарше должны знать, нельзя прыгать с качели или карусели, находящихся в движении, толкаться при спуске с горки и играть на неисправном оборудовании. На данной площадке и вообще на данной территории Красной площади находится у нас служба, служба охраны, которая непосредственно следит за состоянием. Также имеются аниматоры, имеются администраторы, которые, в свою очередь, всегда помогут, подскажут, как правильно нужно обращаться с тем или иным малым артистовым формами. Еще один предмет повышенного внимания граждан – фонтаны. Есть люди, которые просто любуются ими, а есть те, кто в них купается. Нужно помнить, что вода в фонтанах хоть и фильтруется, но все равно техническая. Его потребление может обернуться с серьезными заболеваниями. Хочется предупредить горожан, что категорически запрещено купаться в фонтанах. Вода все-таки техническая. И не бросайте, пожалуйста, мелкие предметы в фонтаны. И не катайтесь на велосипедах и самокатах. Конечно, полностью искоренить детский травматизм невозможно. От несчастного случая, увы, не застрахован никто. Но задача родителей – максимально обезопасить своего ребенка. Инесса Потапова, Игорь Ульянов, Республика. Волонтеры-медики Тарханского местного отделения Батыревского района знают всех местных жителей в лицо. Какое у них здоровье, все ли в порядке дома и не надо ли чем помочь? Добровольцы готовы к любой работе. Любови Дубининой 85 лет. Несмотря на почтенный возраст, многое по дому она делает сама. В свободное время занимается рукоделием. Но годы берут свое. Поэтому на помощь приходит молодежь. Ребята навели порядок в комнатах. Уже уходя, волонтеры заметили печь. С течением времени она вышла из строя и стала небезопасной к пользованию. Я посмотрел по хозяйству, чем можно было помочь в огороде, посмотрел. И увидел развалившуюся у него, почти развалившуюся печку. И предложил, я говорю, давайте построим, заново отстроим. Все, приехали с ребятами. Я после работы, вот они тоже так же. И в течение пяти дней примерно отстроили печку. Вот самое главное, Баба Люба рада нашему, нашей работе. Работали все. Кто носил воду, кто кирпичи. А кто-то помогал штукатурить. Сначала мы со своим братиком печку разобрали. Кирпичи положили в одно место. Потом нам помог наш папа и волонтеры. Мы вместе с ними построили эту печку. Позже нам помогли девочки покрасить печку. Печка получилась очень красивой и аккуратной. Волонтеры поддерживают постоянную связь с Любовью Еленичной. Как появляется свободная минутка, заходят в гости, приносят необходимые ей лекарства и продукты питания. Пожелом приятно такое внимание. Есть с кем поговорить и обсудить последние новости. Мы спрашиваем, чем ей можно помочь. И помогаем в меру своих возможностей. Чаще всего приходим мыть полы и собираем фрукты. Добрых дел много не бывает. У волонтерского отряда не одна успешная, а главное полезная акция. Недавно волонтеры-медики собрали макулатуру у жителей нескольких деревней и сдали ее на переработку. На вырученные деньги купили три велосипеда, раскраски, фломастеры и подарили детям. В семье Вавиловых трое детей. Средняя дочь Маша с рождения борется с болезнью. Но это не мешает ей улыбаться и радоваться жизни. Девочка так обрадовалась подарку, что сразу же уселась на трехколесный транспорт. Так ребята, чьей профессией возможно станет медицина, учатся милосердию и состраданию. У нас вот девиз волонтерское движение «Давайте вместе». И учу своих ребят этому девизу. То есть в любой работе, в любую работу мы делаем вместе, сообща. Волонтеры из Тарханского отделения, а это около 80 человек, участвуют во всероссийских уроках по оказанию первой медицинской помощи. Измеряют пожилым людям артериальное давление, уровень сахара и кислорода в крови. И все это по доброй воле. Инна Сапотапова, Николай Скворцов, Республика. Расчет окончен. Зарегистрированы все кандидаты на должность главы Чуваши. Напомним, накануне удостоверение получили три выдвиженца от партии ЛДПР, КПРФ и Пенсионеры России. Днем ранее от партии Патриоты России. Сегодня документ, подтверждающий статус кандидата, получил в Рио главы Республики Олег Николаев. В отличие от остальных кандидатов, Олегу Николаеву как самого движенцу нужно было представить в свою поддержку 4,5 тысячи подписей избирателей. Соответственно, и времени на проверку у Центра избиркома Республики ушло больше. Кстати, из проверенных подписей недостоверной оказалась всего одна. Остальные документы в полном порядке. Ровно пять лет назад на прошлых выборах главы региона он держал в руках такой же документ, но признался. Проработав полгода в этой должности, он испытывает иные ощущения. Больше понимания процессов, которые происходят в Республике. Ну и, конечно же, может быть, больше меры осознания ответственности. Очевидно, что всегда ровно таким образом относился к любой своей деятельности, что пост, любой пост, государственная должность, это прежде всего ответственность. Ответственность перед населением, ответственность перед теми людьми, на кого распространяются те или иные решения. И поэтому вот сегодня, вступая в борьбу за пост главы Чувашской Республики, это понимание, оно еще глубже, потому что работа больше, чем полгода в должности временно исполняющего, вот эту ситуацию позволила более глубже осознать, понять и где-то и прочувствовать. И сегодня же кандидатское удостоверение получил Константин Степанов, выдвинутый партией ЛДПР. Он участник выборных кампаний с большим опытом. Избирался и в органы местного самоуправления, и в республиканский парламент, и был членом Центра избиркома с правом решающего голоса. Несмотря на то, что успешно преодолел муниципальный фильтр, Константин Степанов считает, что этот пункт выборного процесса и в Чувашии, и в других регионах нуждается в усовершенствовании. У кандидата на должность главы Чувашии от ЛДПР свое мнение и относительно голосования. Я не считаю, что в первом туре избиратель должен выбирать Степанова, Андреева, Николаева, хоть кого не должен выбирать. Избиратель должен выбрать для себя. Либо он хочет оставить все то, что было у нас позади, то есть административный ресурс, исключительную вертикаль власти, исключительно допущенных кандидатов и совершенно понятная заранее позиция. Либо наш избиратель устал от этого, хочет изменений, хочет свобод, хочет высказывать свое мнение, хочет, чтобы пришли люди новой формации и слышали народ, слышали избирателя практически напрямую. То есть если он хочет руководителя себе жесткого, который будет следовать указаниям, так скажем, Москвы, федерального центра и так далее, то тогда можно все оставить как есть. Если же он хочет перемен, то избиратели должны поставить для себя самую главную цель – добиться второго тура на проведение этих выборов. Потому что только второй тур будет прозрачным, честным и только во втором туре будет настоящая конкуренция. В Чубаксарах после вмешательства прокуратуры 129 дольщиков получили квартиры в новом доме жилого комплекса «Серебряные ключи». Дом должны были сдать еще в январе этого года, но строительство затянулось. А дольщиков официально не проинформировали о продлении срока. Тем самым нарушили закон. По постановлению прокурора, должностное лицо организации привлекли к административной ответственности. Сегодня по улице Ахазова 1 северо-западного района эвакуировали всех жильцов многоэтажного дома. На место прибыли все специальные службы. Скорая медицинская помощь, кинологическая служба, сотрудники полиции. Я уже вышла, я в четвертом подъезде, уже народ стоял. Сколько сказали? Трое собак, да? Три собаки вроде. Так что очень волнительно. Сложно было с бабушками? Ну сложно, я им сказала, что мне нет, они сами вынесли. Все-таки сказали, лучше выйти, да. Эвакуировали всех жильцов 10-этажного дома. Люди переживали из-за всего происходящего и ждали разрешения ситуации. Через полтора часа кинологи и другие спецслужбы закончили проверять подъезды и квартиры. В 17.28 дежурную часть МВД по Чувашии поступило сообщение о том, что дом номер один по улице Ахазово в Чебоксарах заложено подозрительное устройство. Соответственно, все наряды были экстренной службы подтянуты на данное место. Жильцы дома были эвакуированы. Порядка полутора часов они находились на улице. Ну и проверенные все помещения. Ничего подозрительного обнаруженного не было. И потом жильцы дома были обратно разрешено было вернуться домой. Предварительно звонивший мужчина установлен, задержан и доставлен в отдел полиции номер 4 для дальнейшего разбирательства. Но сейчас причины произошедшего и обстоятельства выясняются. В Чувашии появятся мобильные передвижные станции «Кванториум». До 2022 года они заработают на базе Алатарского технологического колледжа, Цивильского аграрно-технологического и Шумерлинского политехнического техникумов. Причем в Алатаре мобильный технопарк появится уже в начале этого учебного года. «Кванториум» на колесах – это передвижной комплекс на базе автомобильной станции. Оснащенный высокотехнологичным оборудованием для занятий. Уникальная мобильная площадка позволит получить детям в сельской местности и малых городах республики дополнительное образование по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее в нашем эфире полезная информация. А я с вами прощаюсь. До завтра. Это Барни. Ему 6 лет и он нуждается в помощи специалистов. Хозяин пса заметил, что Барни стал плохо есть. Обратился в ветклинику. В процессе осмотра выяснилось, что у собаки воспалено ухо. Сюда обратились первый раз. Нравится профессионализм врачей и доброжелательность. Будем обращаться, будем лечить здесь собаку. У 10-летнего Багира тоже проблема – камни. Хозяйка кота не волнуется, а нечастые клиенты станции по борьбе с болезнями животных врачам доверяют. Была намечена операция, конечно, но надеемся обойтись без операции, поскольку освободились от камушков самостоятельно. Лечить таких пушистых пациентов непросто. Ни кошка, ни собака не могут сказать, что и где у них болит. Поэтому, чтобы поставить точный диагноз, врачу необходимо провести осмотр. И тут на помощь приходят современные технологии. Братьям нашим меньшим проводят диагностику, рентгенографию, ультразвуковые исследования, берут анализы. Мы используем систему цифровой визуализации вегенографических изображений, которая может в короткие сроки дать нам качественную информацию о состоянии питомца. Пациенты клиники – не только кошки и собаки. Кролики, грызуны, птицы и рептилии здесь помогут любому. К нам обращаются в клинику пациенты с различными болезнями, с различными патологиями. Это инфекционные и неинфекционные проблемы. Одна из новых актуальных процедур – чипирование животных. Такое устройство размером с рисовое зернышко вживляется питомцу в область между лопаток. Врачи гарантируют процедура абсолютно безболезненная. Чип поможет мне тем, что вдруг, не дай бог, моя собака пропадет или убежит куда-либо, и приведут ее в данную ветеринарную клинику. В любой момент ее считываю, и все данные на чипе сохранены. И мне уже сообщат, что моя собака найдена, все в порядке, все хорошо с ней. Данные пса автоматически попадают в международную базу данных. Это необходимо и в случае, если вы захотите взять питомца с собой в поездку. Кстати, для этого обязательно и ветеринарно-сопроводительные документы. Их тоже можно получить здесь. Все. Видишь? Молодец. Если с вашим питомцем случилась беда, обращайтесь в станцию по борьбе с болезнями животных. Здесь вам обязательно помогут. Редактор субтитров А.Семкин